В разбитом лагере бойцы завершают последние этапы подготовки, амуниции, оружие, припасы. Все должно быть проверено. Но здесь готовятся не биться, а играть. У любителей страйкбола праздник – открытие сезона. Это соревновательная игра, в ней друг к другу противостоят две игровых стороны. Она будет идти без малого сутки, без остановки на ночь. Есть определенные задачи которых целых 8 штук. Биться друг против друга будут волки, скорпионы, моряки. В лагере нашлись даже талибы. Это афганская тема, мы талибы. Поэтому вот так одеваются, это все афганские вещи, так скажем. Поэтому у нас ведь обрезаны как жилетики, есть доллары у меня, есть четкие, все и вот такие. Особенность игры в том, что ни оружие, ни экипировку нельзя отличить от реальных боевых. И подготовка тоже очень серьезная. Но несмотря на это, приходится да вовсе не за победой, а за чем-то сокровенным. Эмоции, которые игра дарит, плюс, наверное, иногда какие-то решения нужно принимать, чтобы выжить, так скажем. Поэтому, блин, ну все-таки, наверное, здесь не больше про спорт, больше про то, как, ну, командная игра. Друзья, команда, друзья. То есть это общество страйкбольное. Всем хорошей игры. Ура. И понеслась. Теперь мы уже не в лагере, а в поле. Каждый занял свою сторону и начал выполнять задачи. Кому-то по приказу командира нужно защищать, другим же выпала честь нападать. Леха, у тебя столько пристрелено? Почти-то. Выстрелов становится все больше, а вместе с ними и красных тряпок. Многие уже догадались, что они тут не просто так. Чтобы сказать о том, что я умер, убит. И что вы сегодня будете делать? Возвращаюсь на респ. Там ожидаю 20 минут и возвращаюсь в игру. На чемпионат по страйкболу «Гром» приехали спортсмены со всей страны. Пермь, Хмао, Янао, Курган, Сочи и Москва. Бойцы работают как единое целое даже с природой. Чтобы найти затаившихся игроков в лесополосе, надо постараться. И в отличие от бойцов, которых нельзя отличить от местности, наша главная задача, как работников СМИ, наоборот, выделяться. Потому что иначе нас бы уже давно подстрелили. Тут ни играть, ни работать не получилось бы. Но работаем тут только мы. Остальные развлекаются и получают адреналин. Признаются, что готовы потратить и несколько миллионов на любимую игру. Удовольствия дорогим не бывает. Так что я не считаю, что это дорого очень. А самое дорогое – прекрасное время, проведенное в кругу боевых товарищей, сокомандников и просто друзей. С которыми в бою и в жизни всегда уверенно смотришь вперед и достигаешь все цели. Ирина Дедюхина и Кирилл Ростовский. События ОТВ.